Долгие часы репетиций, подготовки декораций и костюмов позади жюри третьего городского конкурса «Театральный марафон профессии» отсмотрела все 18 выступлений финалистов и определила победителей и призеров. За подарками и дипломами на сцену Дворца детского творчества поднимались юные артисты и их старшие наставники. Меня поражает, с каким энтузиазмом включаются в эту работу и педагоги, и родители, и дети, и какие замечательные результаты получаются. Это своеобразная ранняя профориентация. Мы в детском саду знакомим детей с разными профессиями, но одно дело рассказать ребенку, показать какие-то трудовые действия, показать инструменты, рассказать о значимости труда, а другое дело разыграть это все на сцене. Все участники получили пригласительные билеты в Саровский драматический театр. Финалистам вручили памятные подарки от компании «Саров Инвест». А специальных призов от канала «16» удостоились две команды – из 8-го детского сада и 17-й школы. Третьи классики вместе со своими родителями рассказали о профессии режиссера. Это человек универсальный. Он должен решать кучу, совершенно огромнейшую кучу проблем, как административных, так и съемочных общих, ну и так, собственно, и концептуальных, потому что это режиссер. В этом году участники конкурса инсценировали профессии сферы искусств и театра сельскохозяйственной отрасли и лингвистики. По правилам команда должна состоять из двух детей и двух родителей. Выступление 17-й школы жюри оценило высшими баллами. Никита Кузнецов исполнил на сцене главную роль. Это было очень волнительно, особенно когда объявляли. Я весь перенуваловался. Когда объявили второе место, я поняла, что мы сразу на первом месте. В общем, я был главным. Памятные дипломы на церемонии награждения по итогам конкурса вручили педагогам школ и детских садов, которые оказали помощь в подготовке выступлений.